Это называется, кто бы знал, знал бы я, пришел бы сюда раньше, потому что это место располагается прямо рядышком со мной. Вокзальная 110. И здесь располагается замечательная столовая по-домашнему. Помните то самое доброе время, когда вы заходили в столовую и реально кушали? Сейчас немножко ситуация была другая. До этого момента, понятно, были результаты. Везде, 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 везде плодились рестораны. Вы в рестораны не ходите, понятно почему, да, цены высокие. Но мы вам сегодня объясним, где невысокие цены, где вы можете и позавтракать, и пообедать, и поужинать. И вам необходимо приехать сюда, на улицу вокзальную 110. И вот я как-то понимаю, что центр нашего города смещается на север. Хотя понять-то надо. Наш замечательный город, по сути, не такой уж и большой. 12 километров с севера на юг. Но почему на севере цены ниже? И понятен результат. Здесь вам не втирают аренду, здесь все дешевле. Хотя понять-то надо, есть еще и левый берег. Ну а так и без проблем вы едете на север. И здесь, на вокзальной 110, вам дается возможность покушать по-домашнему. И да, это нормальная коммунистическая столовая с абсолютным верхом кулинарного творчества. По сути, поверьте мне, я ел много и везде. По сути, вещи-то достойные, но дело принципа. Чем вкуснее готовит повар, тем вкуснее результат. Да и цена вот за такую большую солянку, вот за такие большие тефтельки и замечательное пюре вкупе с компотом и с накшибательной вкусняткой невысока. Я, конечно, понимаю, что надо кушать вкусно. Здесь кормят вкусно? Очень даже, очень вкусно. А что вы кушаете здесь? Ну я каждый день тут обедаю, все там вкусно у них, все по карману. То есть самое главное это по карману сейчас? Да, вот именно, да. Вот в такое время, в кризисный момент, если по карману, это хорошо. Я, конечно, извиняюсь, не успел еще переодеться, но как здесь кормят? Отлично, все вкусно. И вы взяли, естественно, гороховый супчик, еще попробовать не успели. А до этого пробовали? Нет, первый раз, но думаю, что буду ходить. А цена вопроса? 130 рублей. Первое, второе. Чай. Первое, второе, чай. По-моему, дешевле, чем где-либо. Ну да. То есть если брать по отношению к доллару, так это вообще копейки получаются? Да. И вы хотите попробовать. А давайте вместе это сделаем. И вы понимаете результат. Я работаю вместе с женой. Жена видит, как я питаюсь. И вот вам нормальная тема. Как это аппетитно выглядит. Взгляд девушки. Итак, где мы сегодня обедаем? На вокзальной 110. В нашем городе очень мало заведений, куда можно пить и действительно качественно, и самое важное, недорого покушать. Так вот, сегодня мы взяли отведать соляночку. А самое главное, чтобы после отведанных блюд не было изжоги. Итак, что же мы сегодня попробуем? Это солянка. Визуально, конечно, достаточно густая. Присутствует все, что нужно. Это лимончик, оливочки, а главное, хорошие копчености. На запах безумно. Говорят так, если солянка в заведении очень вкусная, то и все остальное тоже. Сколько же вы потратите здесь, чтобы поужинать, пообедать? Утром здесь различные каши готовят. Молочные, рисовые, манные, пожалуйста, запеканка, различные омлетики. Все-все-все то, что любит обыкновенный русский человек. Цены тут очень смешные. Утром вы потратите от 50 рублей до 100 и объедитесь. В обед вот практически все это нам обошлось 140 рублей. Ну, не смешно ли? Итак, попробую. Очень вкусно. Мой муж готовит безумно вкусную солянку. Но я думаю, что теперь, так как с ней возиться очень долго, мы будем ходить и пробовать, и кушать ее здесь, на вокзальной 110. Так, приступим ко второму. Пюре с тевтелечками. Помнится, такой фильм был про Хэнкока. Так вот, он там очень любил тевтельную фантазию. Попробуем тевтельки здесь. Посмотрите, обед только начинается, а люди уже подходят, и достаточно много. Правда, очень вкусно. Столовая открылась не так давно, практически в середине января. Но ее уже раскусили люди. Так что успевайте, приезжайте и обедайте. Еще мне понравилось то, что свой обед вы можете скомплектовать сами. Пожалуйста. Если даже девушка не сможет съесть вот эту необъятную тарелку супа, она может заказать себе половину порции. Ну и что же касается вот этих замечательных и вкусных тевтелек, я думаю, что Хэнкок обязательно прилетел бы сюда, попробовал эти тевтелечки и остался на защите Магнитогорска только ради них. И вот, конечно, надо было понять, что после того, как мы с супругой занимаемся нашей деятельностью, моя супруга наконец-таки начала работать со мной. Вы видите, она какая красивая и как она замечательно говорит. Не каждая девушка это может сказать, честно я вам скажу. Вот. Я набрал себе чуть-чуть побольше. Но цена вопроса тоже небольшая, кстати. Суп гороховый, пожалуйста, гречка и две замечательные композиции блинцы из, получается, печенки. Вот. Самса без этого никак не обходится. Естественно, замечательный салат. Это называется оливье. Вот. Ну и так в оконцовочек. Теперь мы вам заложим что-то кое-чего сказать. Сколько вы, ребятки, тратите? Сколько вы тратите? Можно совершенно задешево пообедать. Примерно 10 рублей будет стоить, если вы возьмете себе бич-пакет. Только на бич-пакетах вы не будете жить нормально. Представляете, да? Что такое бич-пакет? 5 рублей, да? Ну, плюс вы что там... А это уже другие вещи. То есть вы даже туда чай не попьете, потому что все же денег стоит, правильно? Вы можете стараться, а можете не стараться. Цены вопроса здесь, ну, не просто халява. Просто надо прийти сюда и попробовать. Вот. Здесь люди могут так же себе купить. И на вынос. Хотя, по сути, лучше здесь посидеть. А здесь Wi-Fi есть. Здесь вы можете телевизор посмотреть. Здесь, в конце концов, просто приятно пообщаться. Ммм, да что это такое? Это очень вкусно. Гороховый суп. Супер! Вот теперь начинаем понимать, что на вокзальную 110 приехали нормальные специалисты. Они гороховый суп готовят. Ммм. Вообще супер. Ммм. Ммм. Кстати, со скольки столовой работает? Она работает каждый божий день. С 9 до 6. То есть, если вы где-то рядышком находитесь, в районе вокзала. Да почему нет? Вы можете приехать сюда с любой точки города. Надо доехать сюда до 6, потому что с 6 начинаются пробки. И в реальности покушать. Вот. Город у нас небольшой, 12 километров всего лишь. Ммм. Ну что же это такое? Это просто супер! И в оконцовочке. Ааа. А я это очень люблю. Ммм. Гречка с грибами. Да попробовать вам точно необходимо. А гречки с грибами замечательные блинчики из печенки. Ммм. Вы знаете, редко я такое вижу, но тем не менее, все люди, которые отсюда выходят, говорят спасибо, потому что это очень вкусно. Ну и в оконцовке та самая самса. Я это сделал быстро, но вы можете прийти и покушать, и понять, что? Цена вашего качественного отдыха ну не такая и большая. А прийти сюда и покушать вам просто необходимо. Ну что бы вы поняли, вот вам меню, и в меню нет цен за 100. Да вы посмотрите, а здесь есть еще и замечательные овощи, приготовленные с душой. Я, конечно, понимаю, торговый представитель, у него времени тут много и нету, но торговый представитель тоже должен где-то кушать. А где вы кушаете? Здесь на вокзале 110. А как еда? Очень вкусно. А как цена? Тоже нравится. То есть тут другого варианта и нету, да? Приходите и кушайте здесь. Да, мой район, я здесь работаю, проезжаю прям как бы по цене и качеству очень. Мне все нравится. Все с изюминкой. Я так понимаю, вы тоже любители соляночки и еще и тефтельки кушаете? Да. Здесь открылось неподалеку от вокзальной по вокзальной костоловой. Очень хорошие, цены приемливые, обеды по-домашнему, очень вкусные. Он нам очень нравится, поэтому надо приезжать сюда кушать. Хорошо. А цены-то не сильно дорогие? Цены очень хорошие, прям отличаются. То есть мы ездили в другой кафе, обедали, то есть в два раза дороже. В два раза дороже? Обалдеть! Да, очень хорошие, поэтому я советую в эту столовую. Ну, не каждому дано, но мне-то дано правильно и честно хвалить столовую по-домашнему. Я буду это делать, как и кушать здесь, потому как наконец-таки появилось место рядом с моим домом, да и рядом с вашим. И даже если вы живете на хуторках, то доехать до вокзальной 110 вам просто необходимо. Вот так вот мы наелись. И самое главное, что у нас не будет изжоги. И вообще вам надо понять, что такое главная замечательная столовая по-домашнему. Она располагается здесь, на улице вокзальной 110. Вы сюда можете прийти, покушать, причем ценники, ну, ну, практически халява, понимаете, да? Вот. Вы можете поесть в действительности на небольшие денежки. И вам я не говорю, что вам необходимо всякие бич-пакеты покупать. Поверьте мне, этого не стоит делать. Россия, она тем и славится, тем, что здесь всегда вкусно. И вот вам замечательное место, где вы можете вкусно поесть. Это столовая по-домашнему на улице вокзальной 110.